Памятник Вместе с группой туристов из Европы и Америки мы посещаем центральную библиотеку Пхеньяна. Вот зал каталогов. В свободном доступе труды Киммерсена. Народу почти никого, но говорят, что после рабочего дня будет больше. Вот аудитория. На экране какая-то схема. Некоторые смотрят на нее, некоторые на нас. Книг и заметок почти ни у кого нет. Непонятно, зачем они здесь собрались. Вот следующий зал. Тут одиноко сидит библиотека. Каждый библиотекарь должен получить специальное образование. Этот специалист по социологии. А можно я задам ему вопрос? Ему? Можно. Что вы думаете про Эстонию после 1988 года? Как говорили, что это происходит? Али из США уже побывал на Кубе и приехал сюда сравнить впечатления. Сегодня последний день тура, поэтому он решил как-то выйти за рамки программы. Другой турист попросил воспользоваться электронным каталогом. После некоторых колебаний ему разрешили. В каталоге за последние 10 лет не было ни одной иностранной книги о Корее. Гейом из Бельгии пытался сфотографироваться на трибуне, с которой выступал Хим Чан Юс. За это вы заплатите 100 евро. Иностранцу в Северной Корее приходят в голову мысли, от которых у самих корейцев волосы дыбом встают. Вот привезли всех в дом, где родился Ким Ир Сен. Показали сплющенный Чан, который семья вождя купила от бедности. В доме, где родился Ким Ир Сен, не было туалета. Я спросил гида, а где туалет? И она ответила, спуститесь туда и там будет. Нет, говорю, не для меня, а для Ким Ир Сена. Где он-то в туалет ходил? Эскурсовод была в шоке, будто Ким Ир Сен не был человеком и обходился без туалета. И только иностранец мог заметить, что фотография маленького Кима с дедушкой и бабушкой на самом деле поразительная. У ребенка там не по-детски огромная голова, да и все тело тоже. Надо полагать, что уже в детстве величие Ким Ир Сена было совершенно очевидным для всех. Удивляет иностранцев и музей вооруженных сил в Северной Корее. В их военном музее они говорят о корейской войне, но без русских и без китайцев. Американцы, по их словам, атаковали первые, но их тут же отбросили на самый край полуострова. Как же они атаковали, если были так слабы? Туристов проводят на крыше библиотеки, откуда открывается вид на площадь Ким Ир Сена. После уроков здесь собираются школьники репетировать факельное шествие. Репетиция повторяется изо дня в день и становится понятным, какие силы эта страна вкладывает в организацию массовых акций. Ари Ран, массовое вокально-акробатическое действие на стадионе, проходит в среднем два раза в году. Тут вся картина мира. И символический рассказ о японской оккупации, и повесть о разделе Кореи, и, наконец, рождественской звездой зажигается судьба Ким Ир Сена, спасение. Это действительно уникальная страна, где еще в мире найдется шоу на стадионе, где бы число участников превышало число зрителей. 50 тысяч только актеров на сцене. 16 тысяч человек участвуют в «Живой мозаике». В следующем году они поедут в Пекин показывать картинки на открытии Олимпиады. Самые красочные наряды на сцене. Публика одета в монотонное, синее и черное. Очевидно, что настоящая реальность там, на сцене, а здесь только подготовка к ней. После представления актеры расходятся по домам прямо в костюмах, не переодеваясь. Когда мы пытаемся заговорить с ними, они, увидев иностранное телевидение, разбегаются. Контакты с местными жителями – это как раз то, что приезжим в Северной Корее запрещают больше всего. Сергей Морозов, Ирина Соснова, Владислав Дубовицкий, НТВ, Пхеньян.